В самом начале обязательно расскажу про что будет доклад, потому что я охотно верю, что вы могли записаться на крутую Java конференцию, но не читать агенды. И чтобы кого-то наоборот обрадовать, а кого-то не разочаровать, я про это все подробно расскажу. Итак, как я и обещал, я буду сегодня говорить о Java, full stack development, так сказать, для data mining и search проектов. Это та ситуация, когда кастомер от вас хочет не только какой-то репортинг, но и хочет немножко каких-то рюшечек сверху, что-то предсказывать и так далее. Итак, я немножко про себя расскажу, чтобы было понятно, откуда я взялся и почему могу вам вообще сегодня об этом рассказывать. Сам я разработчик, коренным образом родился километров за 4000 отсюда в городе Омске. Там же, собственно, и постигал премудрости теории графов, машинного обучения и так далее. Не то, чтобы мы предсказывали уровень снега, но что-то такое было. А также получилось так, что часть своей карьеры я строил как data scientist, а часть своей карьеры как обычный Java разработчик, потому что одной наукой сыт не будешь и нужно все-таки что-то разрабатывать. Потом так получилось, что Java ее увлекся немножко больше, как это бывает, и понеслось. Итак, я сейчас хочу с вами немножко познакомиться. Я первый раз, на самом деле, в Республике Беларусь и первый раз тоже в Минске. Вчера я уже попробовал драники. Да-да-да, вот эта штука. Очень интересная. Я никогда их просто до этого не пробовал. И я вначале всегда показываю какой-нибудь комикс такой небольшой. И сегодня тоже день не будет исключением. Он специально такой ориентирован на вас. Что обычно типичный россиянин представляет, когда ему говорят что-то про Беларусь? То есть он представляет какую-то гору картошки, которую во что-то перерабатывают, там делают из нее, там, не знаю, танки, заводы, одежду. В общем, какая-то некая основа бытия. Или, например, у каждого всплывают в голове какие-то невероятные, там, фантастические национальные узоры, которые есть на различных нарядах, костюмах и так далее и тому подобное. Вот, на самом деле, два таких факта. И я когда ехал, я не знал, чего ожидать. То есть мало ли как все это начнется, как будет проходить Java-конференция. Но я немножко подготовился, зашел на айтишные форумы, посмотрел, как все это выглядит. Хотел посмотреть, например, на какой-то хакатон, как вообще выглядят Java-разработчики в Минске. И я увидел примерно следующую картину. То есть настоящая правдивая история, люди выглядят примерно так. К сожалению, я не увидел на них почти никаких национальных костюмов. Картошкой тоже не угощают, угощали пиццей. В общем, все немножко по-другому. И белорусские айтишники не отличаются ничем от остальных айтишников в другом мире. Разве что они немножко более жизнерадостные, как мне показалось. Итак, ну, сейчас минутка приветствия закончилась. Про что я буду сегодня подробно рассказывать в своем топике. Я буду рассказывать что-то про датамайнинг. Я охотно верю, что сегодня сюда пришли те, кто так или иначе в нем заинтересован. Может быть, не хватало сил продвинуться дальше каких-то курсов на курсере. Или вы думаете реально переквалифицироваться, выступая в качестве разработчика уже на продакшн. Я буду говорить немножко о Hadoop и к системе, но я не буду вам рассказывать, как делать MapReduce или какие-то такие олдскульные штуки. Я немножко поговорю про Spark и про его место для всех этих вещей. И я, конечно, буду говорить о различных библиотеках и как трудностях, так и преимуществах для того, чтобы строить какие-то модели, делать всяческий ML в ваших проектах. Это то, о чем я буду говорить. Как я уже сказал, о чем я не буду говорить. Я не буду рассказывать про оптимизацию кластера Hadoop, а если вам именно это интересно. То есть все эти штуки с деплоем, этого ничего такого не будет. Я не буду рассказывать, как тюнить параметры популярного алгоритма Random Forest. Это тоже сегодня не моя епархия. И я не буду рассказывать вам про XML. Про XML вы можете послушать на других докладах. Итак, давайте начнем и поехали. В старые добрые времена, когда все было хорошо, небо зеленело и все свистело, вы разрабатывали что-то такое прекрасное, и вас вызывает такой начальник на ковер. Он говорит, все здорово, все здорово, дружище, но у нас появился датамайнинг какой-то проект, и нам нужен какой-то питон-разработчик для того, чтобы делать классные штуки. А ты ведь всего лишь Java и девелопер, ну и ковыряй свои бэкэнды. Вы такие, о нет, как же так, что же делать в этой ситуации, я хочу изменить. На самом деле, я не знаю, насколько для вас это типичная ситуация. В какой-то момент для меня это стало очень серьезным вызовом, и захотелось что-то поменять. Пускай не на этом проекте, который ушел из-под моего носа, но на следующем. Итак, давайте сейчас об этом разговаривать, чтобы как минимум вы всегда могли пройти какой-то небольшой ассессмент, какое-то собеседование для того, чтобы получить вожделенный проект. Итак, ради чего все это затевается? Конечно, люди, которые хотят заниматься Data Science, они видят себя в качестве таких классных чуваков, которые показывают в фильмах, не обязательно в классных костюмах. Перед ними куча формул, которые, если приглядеться, не имеют никакого смысла. Но это так, как себе обычный человек представляет. Или так, как мы себе это представляем, что они себе это представляют. Ну, на самом деле, то, что я показал, являлась ли наукой? Нет, конечно. То есть, от того, что вы наденете модные очки, начнете использовать модные фреймворки, но не будете понимать, в чем соль, ничего, никакой магии происходить не будет. На самом деле, обычный Data Scientist, вот типичный, который сейчас есть, у нас на постсоветском пространстве какой-то студент, который поучился на правильной кафедре статистики, написал свой первый R-скрипт, и все, он ринулся на вакансию Junior Data Scientist, все это атакует, и он ваш естественный враг. Вы все здесь Java-разработчики, вы понимаете, что вам придется биться с ним. Он знает все правильные слова, но нифига не умеет программировать. Что же делать нам? Нам нужно его атаковать с совершенно другой стороны. Я говорю, ты не пройдешь, ты не пройдешь, долбанный студент. Итак, Data Mining. Нам придется постигать некоторые языки и вспоминать немножко университетскую программу. Простите, я сейчас сказал что-то про студента, а много людей здесь, которые еще учатся в университете. Я имею в виду бакалавриат. Yeah, слава богу. Итак, целевая аудитория, все хорошо. Хорошо. Значит, я сейчас буду буквально немножечко говорить за Data Mining, чтобы было понятно, о каких вещах нам стоит рассуждать, какие стороны стоит лезть. И опять же, я призываю вас к тому, чтобы вы не закрывали свой разум для какой-то математики, которая польется сразу же после первых статей, и выбирали себе царскую дорогу в Data Mining. Вот мой один из способов его обеспечить. Итак, представьте себе ситуацию, мир, в котором вы писали какие-то простые приложения, и возникла задача простого предсказания чего-либо. Например, такая простая задача, у вас, например, внутри компании есть какой-нибудь проект, у вас есть загрузка разработчиков, и вам нужно предсказать, сколько будет свободных Java-девелоперов, например, в четвертом квартале. Эта задача еще не попахивает Data Mining, но она уже означает, что вы должны немножечко поговорять какую-то математику, немножко вспомнить статистику, теорию вероятности, может быть, цепи Маркова, может быть, что-то сложнее, в зависимости от того, как вы начнете моделировать. Но вот уже оно. Или какие-то другие, не менее простые вещи. Очень популярная задача – это предсказать погоду. Предсказать погоду, я не знаю, в Минске я не мог себе предсказать такой большой дождь. Я сам из Петербурга, думаю, приеду, солнечный город, все хорошо. Кто бы знал, ваши 18 градусов, это были зверские 18 градусов. И в ситуации, например, с погодой, есть отличный датасет, уже 150 лет, метеорологические станции все это наблюдают. Есть отличные открытые датасеты, вы их качаете и можете начать тренироваться. И что классно, есть уже погода, которая действительно наступила. Вам не нужно предсказывать погоду на 2020 год. Вы можете на основании данных с 1950 по 1970 предсказать погоду на 1971 год. Тут разницы никакой нет. Но могут быть, конечно, задачи посложнее. Я сюда хотел еще отнести задачки какой-то финансовой аналитики. Вообще, в свое время, например, в Москве или в Петербурге, очень много предсказательных или исследовательских проектов начиналось с того, что давайте напишем торгового робота, который будет хорошо торговать. И так или иначе возникала какая-то нейронная сеть, которая должна была обучаться на входах. И делать хоть какие-то, причем очень быстро, очень короткие предсказания на быстро меняющихся данных. Но, еще раз говорю, это лежит немножко не в сфере датамайнга как такового. Тут и датасеты маленькие, и алгоритмы зачастую очень простые. Вам, в принципе, хватит одного вечера, чтобы разобраться с решениями, которые будут вам давать очень неплохую точность. Есть задачки посложнее. Представьте себе, вот вы заходите на какой-нибудь каталог, ставленный из каких-то изображений, там перед вами толстый человек или диван. И наш глаз, наш мозг, все это вместе, эту информацию, он может каким-то признаком отличить. Но машина отличить эти вещи не может, и ей нужно определенное количество изображений толстых людей, и определенное количество изображений диваноподобных субъектов. Причем мы должны каким-то образом объяснить, что вот эти вот картинки – это все-таки диваны, а вот эти вот картинки – это толстые люди, несмотря на сходное положение, сходную расцветку – это все-таки разные объекты. Объекты, которые принадлежат двум разным классам. На самом деле, какие типичные вопросы все-таки задают в бизнесе датамайнеру? То есть, когда в это дело, в игру входит бизнес, он вообще не требует от вас строить различия котиков от собачек. Его интересуют совершенно другие вещи. Например, в дело вступают банки. Банкам очень интересно знать, а вот какие из заемщиков, на основании, например, их кредитной истории, которая расшарена между банками, могут быть реально рисковыми? На основании, опять же, фейловых каких-то кредитных историй, когда мы выдали кредит человеку и не погасили. За это банки готовы платить, потому что даже там сдвиг прогноза в 1% – это действительно огромное количество денег. И здесь очень важно, скажем так, отфильтровать именно злостных людей. Но нет ничего страшного, если мы каких-то добрых людей пометим злыми и не выдадим им кредит. Ну, выдадим не им, так другим. То есть здесь задача такая немножко однобокая. Особенно важно, например, обнаруживать по поведению сети, например, ну, все вы понимаете, что ваши все логи действия в браузере записываются миллионами людей, миллионами в смысле следящих скриптов. И на основании каких-то данных, на основании даже ваших звонков, биллинга ваших звонков, можно пытаться доставать какие-то связи, какие-то структуры, которые напоминают мошеннические структуры. Вот у вас есть, например, граф каких-то телефонных звонков или какая-то еще более интересная структура, там, не знаю, платежи, которые идут в какие-то вещи, вы ищите какие-то аномалии. Аномалии в поведении, которые вам, собственно, позволяют определять злоумышленников. Злоумышленники – это беда. И, собственно, расцвет машин лернинга именно для, скажем так, для определения вот таких вот злостных намерений, он получает просто сейчас небывалый рост какой-то. Вот здесь я вижу одно из самых таких взрывных областей. Очень простая задачка, которую решает любой магазин. По какой причине какие-то заказчики у нас предпочитают продукт А, а не продукт Б. И, например, такая вот вещь, я уже говорил о ней, нам нужно просто предсказать прибыль на следующий квартал, основываясь на каких-то исторических данных. Видите, да, тут появляются вещи такие, деньги, прибыль и так далее. Это то, про что разработчику не очень интересно думать. Но, к сожалению, если вы хотите решать такую задачу, проблема дата сантеста, что он вынужден погружаться в предметную область. Вы уже не можете быть от нее оторванными, вы уже должны какую-то экономическую статейку пролистать, чтобы просто, когда вы потом будете выделять фичи, не пропустить что-то совсем очевидное, что опирается на ваш здравый смысл. Но мне нравится пример, который совершенно отсюда оторван. Я сейчас буду спрашивать. Я не знаю, какая социальная сеть популярна в Беларуси. Давайте голосовать. Кто пользуется ВКонтакте? Не все. Хорошо, кто пользуется одноклассниками? Меньше. А кто пользуется Фейсбук? Фейсбук победил, я вижу, с некоторым отрывом на ВКонтакте, сильно победил над одноклассниками. Все данные сервисы используют некоторые алгоритмы для рекомендации вам музыки. Если вы слушаете музыку в какой-то социальной сети, вы видели, наверное, раздел «Рекомендованная музыка» и какие-то подобные вещи. И в целом это довольно интересная задача. Если вы вспомните какое-то свое прошлое, то есть какой-то очень простой и абсолютно ригидный способ рекомендовать вам музыку. Посадите четырех редакторов, они выберут по жанрам популярную музыку и будут вам одну и ту же музыку показывать. Вне зависимости от того, как меняется ваш плейлист, как в конце концов меняется ваше настроение и что-то еще. Миллионы-миллионы разных факторов. И вот в зале засмеялись, например, над одноклассниками. Да, возможно, у этой социальной сети есть много разных траблов, но вот алгоритмы, которые лежат в основе рекомендаций музыки, там, например, намного лучше, чем ВКонтакте. И все это вместе намного лучше, чем Фейсбук. То есть, например, если сравнивать такие вещи. Дело в том, что те же одноклассники очень сильно перелопачивают вашу персональную информацию, то, какую вы музыку слушаете, какие у вас связи, какую музыку слушают ваши друзья, какую музыку слушают люди, похожие на вас и так далее. Теперь будем немножко отсекать сферу при помощи, так сказать, помните такой парадокс, перегородить пустыню и поймать льва. Здесь примерно так же, будем пытаться определить, что такое датамайнинг и где там остаться. Статистика ли датамайнинг? Безусловно, статистическое образование очень важно. На самом деле, если вас тошнит от слов, например, нормальное распределение или условная вероятность, вам точно нечего делать в этой сфере. Если вы просто забыли это, порой достаточно освежить, достать какой-нибудь простой учебник за второй или третий курс и вспомнить. Там не какая-то магическая статистика нужна для того, чтобы понимать какие-то простые законы, видеолекции или формулу. Но нужно. Но это отнюдь не заканчивает, а на статистике. То есть статистики, конечно, нужны были когда-то давно в тех фирмах, когда они все данные обсчитывали руками, строили какие-то небольшие прогнозы, но совершенно другие настоящие юзер-ориентированные задачи решать не могли. Может быть, это какое-то облако тегов с каких-то B2B конференций. Безусловно, их проходит очень много. Я не знаю, проходит в Беларуси, наверное, тоже проходит, где собираются большие хеды в классных пиджаках, пишут всякие вот эти вот слова красивые. Там у них все есть, там еще Big Data, вот это вот все. Как важно Big Data в бизнесе, они такие труд, какие у них кейсы. Это все не про нас. Ну, то есть, я думаю, большая часть здесь сидящих, даже если вы имеете все собственные бизнесы, он как-то все-таки так или иначе связан с разработкой. Иначе бы вы тут не находились. И за этими тегами скрываются какие-то понятия. И они вот в английском языке очень многозначные. Под паттерном, сами понимаете. Вы начнете гуглить Java паттерн, и вы найдете совсем не то, что нам нужно. Вы найдете совершенно другую вещь. Может быть, это визуализация данных. Сама по себе визуализация данных занятий очень приятная. Есть люди, которые уходят в эту область, начинают использовать графические разные движки, библиотеки, там инструменты визуализации, платные, бесплатные. И это то, что очень легко продавать. Но очень много визуализации вылетает в атмосферу. Ну, пожалуйста, замечательное распределение. Визуализация данных, в которых показано. Мы, смотря на нее, можем какие выводы сделать. В крупнонаселенных городах США живет много людей. И тому подобные вещи. Очень много вот этого шлака производится. И разобраться в нем порой визуализация действительно сложных структур данных, особенно, мне хочется вспомнить, как больших графок, так просто больших массивов, выглядит как хаос. И очень сложно представить, увидеть какую-то хорошую наглядную картинку на достаточно даже большом датасете, где есть тысячи записей. Поэтому сильно вот этим вот не увлекайтесь. Это то, что может всегда прийти, когда у вас есть уже интересный, статистически значимый результат. Может быть, это лап кубы. В свое время было довольно модное направление. Вот вообще вся эта вещь, которая связана, откуда у бизнеса приходят запросы. На самом деле бизнесу нужен репортинг. Им нужно одному менеджеру положить на стол много всяких отчетов. Они там отдадут другому верховному менеджеру. Он там вырежет два столбика, будет на это смотреть и радоваться. И вроде как делать стратегию компании. И основная цель была многих разработчиков, многих поколений быконщиков так подготовить данные, чтобы потом все это собиралось в такой многомерный куб знаний. И можно было делать легкие срезы. Но как только в вашей базе данных количество данных уходит слишком далеко, вам, например, за миллионы, миллиарды записей. Начинаются проблемы с тем, чтобы быстро извлекать факты. Ждать репортинг в течение 20 часов, никакой начальник этого не выдержит. И вам уже приходится интеллектуальным образом выбирать, а вообще какие показатели стоит хранить. Зачем стоит следить? Ваша лап куб работает какое-то время, вы собираете статистику. Но заметьте, тут никакого датамайнинга нет. Вы не извлекаете новые интересные факты. Вы просто преобразуете старые. Поэтому не слишком увлекайтесь разными такими вот вещами. Развертыванием вот этих вот вещей в памяти. Это вас уведет в несколько другую область бизнеса. Есть замечательное официальное определение. KDD, No Lish Discovering Databases. Там есть несколько стадий. И я вот тут снова хотел вас предостеречь. Тут очень классные стадии, на которые разработчики постепенно взрослее в датамайнинге. Именно Java разработчики не застревают на них. То есть если начинается все с таких вещей, как просто сбор каких-то датасетов. Люди очень быстро заканчивают, теряют весь пыл на этом. Им нравится, вот я собрал классные датасеты, сджойнил их как-то. Ну и все. Дальше пусть, ну что-то завтра почитаю эту сложную статью про разработку. Кто-то продвигается немножко дальше, до препроцессинга. То есть это какие-то вещи, которые уже подразумевают, может быть, отрезание чего-то. Может быть, превращение одних форматов в другие. Довольно муторная работа. Если вам уже не слишком нравилось делать различные припроцессинг данных в каких-то других областях, вы, скорее всего, можете застрять здесь или даже выше не подняться. Есть такая вещь, как трансформация, которая позволяет вам уже снижать размерность и так далее. Это все еще не датамайнинг. Датамайнинг – это вот эта штука, вот сейчас какая-то произошла. А дальше происходит интерпретация результата. Вот где-то здесь, вот между всеми этими вещами, находится та вещь, которая подразумевает себе отыскание некоторых паттернов, некоторых шаблонов, некоторых зависимостей. То есть извлечение и построение уже новых знаний из того, что есть у вас. Трансформация – это еще не новые знания. Но, к сожалению, на нашем рынке очень сложно найти человека, который соответствует вот этого и средней четвертой строке. И он обычно не требуется в компании средней руки или малой руки. То есть очень сложно быть таким изолированным человеком, который строит только модели. Если вы участвуете в соревнованиях на Kaggle, это круто. Но это 10% реальной работы дата-сайентиста. А учитывая, что там, если вы писали на питоне, придется вам все имплементировать на Java, то это 0% порой. То есть очень хорошо, что вы этим владеете, но вот из того, за что вам будут платить деньги, это очень маленький кусочек. Если говорить немножко про реальный мир. Я вот все время возвращаю к реальному миру, потому что он довольно суров. Как это работает в обычных компаниях на постсоветском пространстве? Мы видим примерно следующую вещь. Компания выкатывает для кого-то сервис. Она говорит, ой, расшарьте с нами данные. У нас есть классный сайт, мы умеем делать предиктивные модели. Мы сделаем какие-то магические манипуляции, строим какую-то чудовищную ансферинг-машин. Никогда не раскроем, не опубликуем статью о ее принципах, ведь это наше ноу-хау. Хотя там обычно какой-нибудь random forest внутри воткнут. И дай бог, что бон, а не просто забитые константы. Такое я тоже видел. И тут получаются очень интересные вещи. Вот такие профит, сейчас мы начинаем зарабатывать. В 2013-14 году возникло очень много таких фирмочек, таких сервисов, которые предлагали всякие сниженные вещи. Грешно сказать, на прошлом месте работы я сам такие писал, поэтому знаю, о чем говорю. Итак, это просто на тему. Вообще, вот этот весь лендскейп... ...я сам это очень люблю, но это такая вещь, которая вам точно никак не приближает вас к гатамайнингу. Вы просто думаете о формате хранения. Но то, что будет происходить там потом, это совершенно другая задача. Выше лежат некоторые сервисы, которые позволяют вам хостить данные или каким-то образом анализировать, самые простые делать какие-то репорты. И совсем высоко где-то лежит, например, какой-нибудь Oracle со своими чудесными продуктами и куча остальных, имеем легион, компании, которые так или иначе делают вот тот самый аллопизм. Но они не делают настоящих проективных машин. То есть очень мало сейчас сервисов за маленькие деньги, в которых вы могли реально строить модели. Они есть, они разрабатываются в основном под крыльями очень больших компаний, типа Google, Microsoft, немножечко Яндекс. Вот, насколько я вижу. Просто потому, что у них очень много избыточных мощностей, и они себе напроизводили data scientist внутри компании, их надо как-то утилизировать. Но они далеки от совершенства. И, например, вы очень легко можете пока перегнать, например, предиктивные вещи, которые там предлагает Microsoft Azure. Может быть, через три года она сама себя обучит, и все будет намного интереснее. И пока вы еще в тренде, вы еще можете заскочить в этот поезд. Если говорить про алгоритмы или вообще подходы, которые вам стоит изучать, производился определенный опрос на одной такой суровой очень конференции, куда собрали менеджеров и data scientist. И вот здесь можно отметить, кто что... То есть проголосуйте, пожалуйста, за самые любимые подходы, при помощи которых вы анализируете данные. Занимайтесь data mining в широком смысле этого слова. И вот разработчиков было больше на конференции. И сверху вы можете увидеть, что там безумно популярный decision trees. То есть это вещь, которую очень легко визуально интерпретировать даже. Но не совсем понятно, как интерпретировать веса или коэффициент. Это регрессия, кластерный анализ, там серии и нейронные сетки. К сожалению, фотографию этой уже год или полтора нейронные сетки явно подняли за это время. А вот внизу лежат такие очень общие вещи, как link analysis, uplift modeling, anomaly detection и так далее. Вот эти все вещи, вот если вы посмотрите на вещи сверху, это штуки, которые не позволяют вам сразу непосредственно отвечать на бизнес-запрос. Снизу лежат вещи, которые лежат намного ближе к бизнесу. Вам придется владеть вещами из топа. На самом деле, если владеть вещами вот этими первыми четырьмя, которые я специально выделил этой угловой скобочкой, хотя бы прочитать статьи, просто разобраться, как работают самые простые алгоритмы, у вас займет реально немного вечеров, вы сможете покрывать огромное количество задач и давать бизнесу 85-процентную, 90-процентную точность, особенно то, что касается финансовых данных. Вам этого примерно хватит. И потом вы можете постепенно спускаться вниз. Это то, что говорит немножко о науке. Если говорить немножко за данные, вам придется, чтобы натренировать себя, вы не можете прийти сразу продать себя, сказать, я датамайнер, сейчас буду заниматься вот интересным датамайнингом, возьмите меня, научите всему. Вам придется вложиться, безусловно, самим. Вы будете искать какие-то датасеты. Некоторые датасеты лежат на поверхности. Конечно, очень многие начинают с данных в социальных сетях, берут какой-нибудь там граф или сообщение Twitter. Это весело, увлекательно, визуализируется на какой-нибудь географической карте, там юзеры Facebook, knowledge graph. Все это очень здорово. Но через какой-то момент вы высыхаете, потому что данных не так уж и много, все они очень завязаны на деятельность человека. И если вы глубоко не увлечены психологией, в какой-то момент вам начинает это наскучивать. Это погода. Я о ней уже специально говорил. И погода это то, за что вам человечество будет благодарно. На самом деле здесь модели продолжают соревноваться. И погоду можно подтягивать все фичи, какие вы хотите. Хотите, превратите в список событий, не знаю, учебник по истории. Хотите туда, в него превратите какой-нибудь там учебник по геологии. И все эти вещи можно потом превратить в фичи и оцифровать. И тоже можно учитывать в этих предиктивных моделях. Хотите курс доллара, возьмите, он тоже влияет на погоду. Я уверен, что есть связь. Это морские маршруты. Вы знаете, была такая интересная задача. Какой-то период назад, года два, один товарищ из Google, который очень увлекается историей Индии, как там Ост-Индская компания возникала, как вообще Англия получила империю по всему миру. И вот он решил просто визуализировать всякие данные о морских маршрутах. Хотел понять, какие направления популярны, какие-то почему-то оплывали. И даже при помощи простой визуализации он заметил какие-то нетривиальные отклонения. Ну то есть, вот, казалось бы, можно плыть по прямой и так далее. И были некоторые гипотезы, он просто набрал немножечко за тот период соответствующие данные. И обнаружил, что есть такая дилемма, а где же находились в тот момент пиратские базы, например, в Индийском океане на тот момент, или, например, в Карибском бассейне. И были некоторые споры на тех островах или на этих. При помощи собственного введения определенной метрики этих маршрутов относительно некоторых точек в пространстве, можно было с уверенностью сказать, что тогдашние мореплаватели знали, что плыть в капкан пиратам не стоит. И он предположил нахождение там нескольких баз. И даже есть, дальше у меня были некоторые сведения, был подписан на его страничку, что он пытается каким-то образом спродюсировать экспедицию, которая покажет, что пиратская база там была. Можно совершенно фантастические вещи делать, не знаю, он может с детства хотел стать пиратом. Безусловно, интересная вещь это различные торговые транзакции в широком смысле этого слова. Это и какие-то вещи, связанные с переводом по банковским картам. И здесь вообще очень интересно. Очень много банков в последнее время начали делать конкурсы, выкладывать свои датасеты. У них есть реальная проблема с тем, что у них внутри сидят обычные девелоперы, которые не сильно хотят изучать какие-то сложные алгоритмы и что-то там заниматься прогнозированием. Мы пишем свои бэкэнды и вот те самые люди с первых слайдов. Нам все это нравится делать. Вот очень хороший момент, можно поучаствовать и хорошо натренироваться в этих конкурсах. И самое главное, намного полезнее будет, когда в вашем портфолио будет второе место в каком-то контексте по финансовым данным, чем я исследовал юзеров Facebook, несмотря на то, что вы все любите Facebook. Это различные открытые данные. Есть много open data евангелистов, которые сейчас раскатывают опять же по СНГ. Я не помню именно фамилии, возможно у вас будет тоже или был уже какой-то метап. Я в Петербург приезжал, потом я помню дальше в Казахстан. Некоторые правительства начинают постепенно публиковать датасеты. Вы можете очень сильно подняться на таких стадиях, как трансформации и припроцессинг, потому что датасеты, по крайней мере наши чиновники, выкладывают обычно, знаете, в таком «А вот, ну-ка, скопируй-ка я этот Excel в HTML-чик», ну и так далее и тому подобное. Еще интересные задачи парсинга вас ожидают. Все они очень разрозненные, очень урезаны, но это уже открытые данные. Их можно доставать и выкатывать в какие-то небольшие городские сервисы. Но вот этих вот карт, на которых эти там будки с велосипедами, это все уже не очень интересно. А вот если вы будете помогать, рекомендовать что-то туристам, вот я позавчера прилетел и мне, скажем так, немножко не хватало, скажем так, хороших, рекомендательных картографических приложений. Читать сайты, в которых вот посетите, вот у нас есть такая-то там церковь, такой-то дом, вот такой вот трактат об архитектуре, немножко не то. Вот я иду и мне, пожалуйста, вот скажите, что драники здесь, или скажите, что вот здесь можно послушать какую-то интересную службу. Это то, чего не хватает. Также следующий восходящий тренд, безусловно, это медицина. То есть все захотели жить дольше. И если вы ввязываете в исследование медицины и какое-то небольшое прогнозирование, возможно, там, определение рака на тестовых каких-то вещах, вы сразу не просто становитесь в тренде, вы делаете еще благое дело. Это та вещь, которую я всем призываю. Это, конечно, телекоммуникации. Большие телекоммуникации компаний уже накопили 10-летние, 20-летние данные в наших городах о ваших звонках и так далее и тому подобное. И при этом у них внутри еще нет полноценных отделов. Я вижу только последний год шевеления в каких-то больших гигантах, в которых начали комплектовать какие-то отделы. И то у них все еще на уровне, давайте запустим большой Spark-кластер и сделаем какой-то репорт. Хотя бы, вот, просто потому что данных много. Модели они еще какие-то строят и еще не знают, что с ними делать. Еще есть шанс. Если говорить об источниках данных, с которыми нужно работать, это, безусловно, реляционные базы данных. Очень много кейсов, когда у клиента пухло-пухло реляционная база данных, даже если это был Postgres, в который все очень долго влазило и как-то еще Scantable делало. Тем не менее, это они, SQL знать тут все равно нужно. Если вы считаете, что вам не нужны реляционные базы данных, SQL все равно нужно знать, потому что вам придется извлекать факты при помощи SQL-подобных языков уже из того же Hadoop-кластера, из Spark-кластера, при помощи, например, какого-нибудь Hive, для того, чтобы потом производить ваши фичи. Это, конечно, какие-то срезы, это дампы исторических данных, последовательные файлы, отсортированные по дате, и у них тоже есть свои фишечки, их нужно быстро читать, в них что-то быстро искать, и вам придется это трансформировать. Это, конечно, безумно популярная вещь, самая популярная в Data Science — CSV. Если вы не любите CSV, вы его полюбите. Некоторые языки специально заточены, чтобы сразу превращать CSV в таблицу памяти. В Java немножечко хуже сетом. Вот в этой области, и если вы тут немножечко поработаете на комьюнити, и сделаете свою действительно простую, какую-нибудь Open CSV-подобную табличку, которая будет сразу что-то подготавливать для датамайнеров, вам все скажут спасибо, потому что их пока не очень много, и они все страшные по сравнению с тем же R. Это, наверное, тоже все слышали. Сейчас очень часто взламывают какие-то почты, какие-то сервисы. Говорят, что там был какой-то сервис, где товарищи искали себе подруг, оказалось, что там сидел 20 миллионов мужчин, и 3000 женских ботов. Вот такие вот вещи, они очень интересные. Такие дампы выкладывают в сеть. Я не знаю, насколько это законно скачивать, но если законно, скачивайте обязательно. Начинайте тренироваться в таких вещах, как NLP-анализ, какой-нибудь Natural Language Processing, именно на коротких кусочках текстов. Люди перестали писать длинные письма. Вы не будете никогда анализировать в реальной жизни романы Толстого и так далее, или Достоевского. Ничего такого не будет. Вы будете анализировать безграмотные смс, стрёмные обрезанные твиты и так далее, и какие-то вот такие вещи. Стоит уже сильно тренироваться. Вам будет очень сложно по одному твиту определить, например, настроение человека. Нет, конечно, по каким-то словам можно. Например, все плохо или все очень хорошо, но там ведь бывает сарказм. И есть огромная проблема с распознаванием, например, сентимент-анализом неаналитических языков. Например, даже начиная с немецкого, ну и так далее, дальше славянские языки. Для некоторых языков нет даже простой имплементации библиотеки. Я вот не знаю, есть ли для белорусского библиотека для определения эмоционального настроения текста. Для русского есть очень плохие. То есть они, ну я молчу про иронию или сарказм, они не могут даже, ну действительно хорошо написанный текст, только очень безграмотный какой-нибудь такой. Ой, там, да, хорошо, я сходил в кино. Вот такие могут. Более сложные нет. И это, конечно, бич всех настоящих Java-программистов. Это то, что вам остается в наследство, как обычно построен сейчас в компаниях процесс. Есть какие-то сайентисты, которые там что-то делают, свои Erect of Matlab, записывают какие-то стремные форматы, очень маленькие, со своими расширениями, и сами придумывают свои форматы, защищая на этом диссертации. Вам приходится быть в курсе, к сожалению, этих форматов. Парсеров нет или парсеров очень мало. И вам, ну я сейчас не говорю про вот эти три самых популярных, говорю про чуть менее популярные. Вам приходится, к сожалению, работать с парсерами. Это вот то, с чем придется столкнуться. И тогда вы скажете, CSV, отличный формат. Итак, следующая тема, которая тоже, гидра, которая поднимает голову, и которой мы еще будем долго рубить эти головы, это то, что вам показывают, например, когда анализируют вашу почту. Какая-то реклама. Я думаю, что вы уже сталкивались с тем, что какие-то социальные сети уже начинают показывать вам какую-то контекстную рекламу в зависимости от того, в каких вы группах состоите, какие у вас интересы, вы указали. И чем подробнее вы что-то указали, тем вам хуже. В чем тут дело обстоит? Все начиналось с очень простого. Хотелось таргетироваться, например, сначала по возрасту и полу. Кто-то хотел таргетироваться просто по интересам кастомера, кто-то по географии. Именно для этого все время. Каждое простое андроид-приложение требует от вас геолокации. От меня даже карта метро требует геолокации. Это же жесть. Хотя мне там совершенно не нужно какие-то вещи указывать. Даже игрушки простые требуют геолокацию. Вы понимаете все это, зачем это происходит. И, конечно, таргетирование по вашим активностям и интересам. Это самый смак, но, к сожалению, вот эти данные совершенно намного сложнее анализировать, чем простую географию, возраст и пол. Вот из них такое большое поле для производства новых фич, что просто ужас. Вы также все время расплачиваетесь своими персональными данными. То есть дело в том, что все пытаются вам положить в браузер свои куки. Эти куки позволят навешивать все события, которые у вас происходят в браузер, каким-то образом вас идентифицировать и сграблить вашу историю. Причем вы порой даже, вы просто зашли на какой-то сайт, вас туда просто перекинуло, а он уже посеял вам куку. И дальше начинает трекать некоторые интересные вещи. Потом узнавать даже какие куки кругом, ну, особенно там, где есть дырявые браузеры. В то же время стоит понимать, что именно вот эта отрасль, она является одним из интересных поставщиков. Не чурайтесь, например, компаний, которые говорят, мы занимаемся, то есть раньше зазорно было разработчику работать в компании, которая занимается там голым маркетингом, там все, продвижением и так далее. То есть, что я там делаю, мне стыдно говорить родителям, кем я работаю. А сейчас нет. Именно они являются настолько активными сборщиками данных. То есть, представьте себе, им известно, на каких вы сайтах сидели, что вы смотрели, какие видео там, еще что-то, еще что-то. Какие видео смотрела ваша жена и какое видео, не знаю, вы показывали своей кошке, когда она случайно нажала. То есть, все эти вещи собираются, агрегируются по семьям, ну, например, относительно идентификатора вашей Wi-Fi точки и так далее. В то же время появляются биржи, на которых этими персональными данными торгуют. Вы вполне можете построить бизнес, не имея источников, а просто приплачивая немножечко в месяц подобные биржи. Вот, например, не самая популярная биржа, Аксиом, торговала в свое время, это было тоже, по-моему, года полтора назад, почти миллиардом браузерных кук, 200 миллионов мобильных профилей, и в среднем на каждого человека там было 1500 маленьких кусочков данных, из которых можно что-то собирать. Ну, в общем, примерно так. И где-то на вершине всего этого строятся быстрые системы, как раз где Java-программисты могут пригодиться. Вам там нужно и знание JVM, и при этом умение писать по-настоящему быстрый, порой многопоточный код, и при этом вы, скорее всего, будете единственным разработчиком там, который хоть чуть-чуть будет сесть в Data Science. Дело в том, что там не нужны слишком сложные предиктивные модели, там не нужны какие-то супертюнинги-параметры, но вы порой должны уметь построить Decision Trees и интерпретировать его результаты. Вот там ваш навык может очень пригодиться. Это, опять же, может стать стартовой площадкой, чтобы пойти дальше. Дело в том, что когда нужно быстрое предсказание, происходят какие-то быстрые аукционы рекламы за то, чтобы показывать в ваших браузерах вам какую-то рекламу. Но иногда выгодно отказаться от этого аукциона по каким-то причинам, потому что мы знаем про этого пользователя, что он все равно бедный, как у нас говорят нищеброд, и все равно ничего не купит. И вот в этих ситуациях это довольно полезно. Итак, немножко поговорим о препроцессинге. Обычно что требуется от вас при препроцессинге? От вас требуется выбирать какие-то маленькие кусочки, от вас требуется определять пропущенные значения, какие-то дефолтные значения для пропущенных данных, убирать всякие странные сигналы. И вот здесь начинает пригождаться статистика и различные простые статистические пакеты, в том числе написанные на Java. И объединять таблицы в памяти. Причем объединять корректно, потому что у вас будет много маленьких кусочков, можете забивать всячески свою память нехорошим способом. И здесь уже нужно примерно понимать, что вообще в памяти происходит. Как раз вот когда этим начинают заниматься какие-нибудь R или Python программисты, и вот у них как-то все это, вот как только они датасет больше 10 записей делают, у них все быстро кончается. Итак, но вот девелоперы же очень любят вот этот кусок, который я вам показал. Они же не любят строить модели. Итак, что на самом деле любят девелоперы? Девелоперы очень любят на SQL базы данных и думают, что при этом занимаются какой-то очень классной штуковиной. То есть я разбираюсь в форматах на SQL базы данных. Я сам тоже люблю на SQL баз данных, это не дата майнинг вообще. Но скорее всего они будут выступать у вас в качестве источника данных. И если вы пишете законченное приложение команды из пяти человек, это то, в чем вам придется разбираться. Конечно же все дальше очень любят мериться размером Hadoop кластеров. Встречаются два Hadoop разработчика. Один говорит, у меня 16 машин, у меня 32. Ну то есть второй говорит, а я тюнил. Тот говорит, ну да. И вот примерно так происходит диалоги этих людей. И им тоже кажется, что они занимаются чем-то очень серьезным. Но они всего лишь обслуживающие бизнес девопсы. Если вы не хотите здесь застрять, открывайте правильные книги. Сейчас мы переходим к самой вкусной вещи. Это отыскание паттернов. Простая вещь, с которой начинается даже любой магазин, который торгует тапками, как только он начинает собирать какие-то небольшие данные, этому магазину, этой торговой точке важно, например, правильно выкладывать товар, чтобы больше покупали. Ну, у кого может быть родня, или вы сами работали мерчендайзерами. Например, представляете, что такие правила существуют, и они порой основываются на голословном опыте. Но если у вас огромный мол, то, простите, никакого опыта, человек, который 20 лет работает даже в этом торговом моле, не хватит, чтобы действительно правильно раскладывать товар. Также очень правильно организовывать комплекты. Например, если кто-то покупал на каких-нибудь сайтах, типа продажи книг, типа Озон, вы купили книгу Брюса, возможно, вам нужна и эта книга. Ну, то есть простые ассоциативные правила, которые основаны на том, что люди вместе с книгой Брюса покупают эту, давайте просто это людям предложим. Ну, вот какие-то такие простые вещи. Это все с этого начинается. На самом деле, конечно, всем очень нравится классифицировать данные, но обычно в жизни вам придется их кластеризовывать. То есть обычно про классы данных ничего не известно, и даже каких-то серьезных предположений нет. Я специально содрал картинку экскурсиеры, в которой решается простая задачка. Вот у нас есть куча людей, у которых поменен вес и рост, и там давайте как-то вот поймем, а какой у нас должен быть размерный ряд для одежды. Кажется, такая скучная, неинтересная задача, она такая увлекательная. Я вот приезжаю на конференции, все время у них какие-то проблемы с футболками в размерном ряду. Мне все время выдают на размер меньше. Мне кажется, где-то вот не доработали, мою точку не учли, сочли аномалии и так далее. На самом деле, проблема кластерного анализа в том, чтобы каким-то образом наши данные разделить на группы. Причем таких разделений может быть несколько. Вы сами можете вводить какую-то метрику, которая будет говорить вам, что вот это разделение выгоднее. Кому-то выгоднее с точки зрения производства, а не поставить себе большие веса на какие-нибудь издержки. Ему выгоднее разделить на три кластера и делать три размерных ряда. А для кого-то, например, в high fashion level сегменте, важно удовлетворение клиента и не важны затраты на производство. Ему главное, чтобы вот каждому подошла его вещь. Нет однозначного ответа, когда вы применяете кластерный анализ. И вот, простая иллюстрация. Буквально один и тот же датасет, но разные алгоритмы, причем немножко по-разному устроенных. Вот три датасета представлены, визуализированы на плоскости. Вот в разные цвета, например, комминс делит на два кластера таким образом, например, три датасета, dbscan вот таким, и, например, варт делает что-то невообразимое. Например, в последней ситуации просто все помечают, говорят, да это все один кластер, недостаточно-то они далеки. То есть, обратите внимание, если у вас получился один результат при кластерном анализе, вы должны уметь его объяснять и интерпретировать. Вам, скорее всего, придется ввести классы. Правда, в этой ситуации есть небольшой хинт. Вы можете сами ввести классы, разметить какой-то набор данных, и уже дальше решать задачу классификации. Также очень популярна задача регрессии. То есть, вообще все начиналось с этого. Вот поднимите руку, у кого в университете или на среднем факультете был такой предмет эконометрика. Ее! Выходили на него? Было интересно? Было. А, ну ладно. Мне не было. А потом я неожиданно обнаружил, спустя много времени, то есть я проспал, сдал какой-то доклад на зачет и так далее. У нас был спецкурс. Я такой, лучше бы я ходил. Но тогда там были такие неинтересные примеры, старенький профессор, и было настолько скучно. Кто бы знал, что через 5 или 7 лет это может аукнуться, и пришлось все это изучать заново. В общем, если вы ходили, и вам нравилась эконометрика, будьте царем регрессии. То есть это различные способы... Да, да, я тоже согласен. Различные способы построить... Вот у вас есть, например, какой-то набор переменных, кто решал, особенно любил задачи интерполяции, или даже экстраполяции. Построить некоторую зависимость между ними и предсказывать для каких-то пропущенных точек. Есть самые простые способы. Это построить какую-то прямую, построить какой-то полином, полином высокой степени. Главное здесь не обольщаться. Помните все эту багу с задачей интерполяции? Взяли слишком много точек, провели через все. Классная модель. Все адекватно приближает. Берете новую точку, и она нифига не попадает на эту кривую. Но, собственно, для балансировки этих кривых используются разные методы. Например, для той же прямой какой-нибудь метод наименьших квадратов. Опять же, кто бы знал на четвертом курсе, что мне понадобится этот метод наименьших квадратов. То есть не забывайте, что когда вы работаете с задачками регрессии, важна не только классная кривая, которую вы построили. Вот на хакатонах особенно я вижу, по датамайнингу забывают. Забывают еще, скажем так, оценить ее действительно удаленность. Иногда стоит выбрать плохую, на взгляд, кривую, которая не проходит ни через одну точку. Но в целом она неплохо предсказывает именно в силу того, что она не так уж далеко в среднем в сумме от всех этих точек. Ну, почти объяснил МНК, но не суть. И, конечно же, оно может быть в том числе нелинейным. То есть не забывайте наших старых добрых триногометрических друзей. Те же синусы и косинусы их почему-то все игнорируют, а при их помощи вообще-то много что можно приближать. И разных функций, которые на них построены. Классификация. Вот это все любят. Все любят, чтобы им дали какой-нибудь трейнсет, где были размечены классы, можно было что-то делать. То есть вот известно, что вот эти принадлежат первому классу, этому вторые. И мы должны каким-то образом для третьего неизвестного определить, какому классу. Вы строите какую-то модель, все здорово. Обучаетесь на своем датасете, пилите на какие-то кусочки, все это снова собираете, кроссфолидируете. Но так получается, что чаще всего либо задача датасет, который вам придет, он, скорее всего, будет не классифицирован. У кастомера еще нет никаких классов. Или у него есть предположение, пожелание каких-то классов. И вам нужно либо собирать вручную. Есть такой интересный метод, как анкетирование. То есть дают, например, человеку, ну, такая простая задача. Вам дают, например, поисковые запросы одного человека и второго. Вам нужно определить пол. В принципе, живой человек может сработать и неплохо ответить. Но вот здесь вы будете опираться не на точную, не точно присвоенную метку классификации. Вот здесь весь вопрос, насколько вы можете доверять и дальше уже корректно строить свои модели. Ну, тут говорить о какой-то статистике уже совершенно сложно. Это же, конечно, очень важно иметь тестовое множество нерасклассифицированных. Если вам, не дай бог, дали данные, которые уже все расклассифицированы, и вам нужно просто построить что-то, ну, это же идеальная ситуация. Вы стираете метки у части ваших данных и говорите, вот эти расклассифицированы, эти нет. Сами себе делайте таким образом тестовое множество. Обучающие у вас есть у тех, у которых вы оставили. Можете стереть побольше, можете стереть поменьше, но у вас уже есть гарантированные ответы. Хуже, когда их нет. Хуже, когда нужно каким-то образом предсказывать классы у новых данных, в которых эти классы не установлены, но есть просто вот какой-то небольшой очень датасет. Иногда он настолько небольшой, что проще перейти к задаче кластеризации. Обратно таким образом. Ну, буквально я уже про это сказал. Задача классификации — это обычно найти какую-то функцию, некоторый классифайер, который каким-то образом маппит наши входные данные на какую-то категорию. Категории могут быть очень разными. Их могут быть бинарные, могут быть какие-то очень множественные, могут быть нечеткие категории. То есть принадлежность сразу нескольким категориям. Ну вот принадлежность сразу нескольким категориям, такая выставка тегов. Наверное, одна из самых сложных задачек здесь. Как вообще это все полезно, то, что я вам сейчас рассказывал? Хороший вопрос. В каких задачках это обычно применяется, если говорить про классификацию? Тут немножко сложнее с финансовыми данными, но намного интереснее, когда вы начинаете работать с какими-то изображениями. Вообще первая классификация была дана, наверное, Карлом Линейм, когда он свое дерево видов начал строить. Он же начал выделять какие-то фичи. У него был какой-то уже размеченный набор, про какой-то он только предполагал. Ну да, конечно, работа была несколько сложнее, чем у датамайнера, но в принципе Карл Линейм был вполне себе такой на руках датамайнер. Это, конечно же, распознавание речи. Различные движки, я думаю, до сих пор вас не устраивают. Мне не устраивают совершенно мои, например, распознаватели речи, когда YouTube распознает мою речь в каком-то видеоролике. Я для него говорю совершенно какие-то не айтишные слова. Это биометрическая идентификация и вот та самая оценка вашей кредитной истории. На самом деле там очень простые классы. Плательщик, не плательщик. Но задачка очень популярная, потому что у банка бывают разные датасеты. Кто-то нашпионил данные о вашей недвижимости, то есть купил базу где-то, кто-то еще что-то. Вам могут попасть очень интересные кусочки. Decision Trees. Ну, все их очень сильно любят. Была в свое время очень популярная задача, по-моему, на Kaggle или еще даже где-то древнее, определить, какие пассажиры из Титаника спасутся, какие нет. Ну, то есть по каким-то различным признакам. Причем признаков использовалось совсем немного. То есть сначала пытались много фич собрать, но это было довольно давно. Я чуть-чуть заберу еще пять минут перерыва. Выделили, например, в итоге оказалось, Decision Trees посчитал значимыми три небольших фичи. Это пол, это возраст, причем вот с таким интересным призраком, возраст больше девяти с половиной. И вот интересная фича из СИБСП больше двух с половиной. Это количество, по-моему, родственников на борту. И вот здесь можно посмотреть, что вот визуально очень хорошо интерпретируется. Но почему? Это вот тот ответ, который кастомер от вас никогда не дождется. Ты говоришь, вот смотри, вот хороший результат. Ты говоришь, почему? Говоришь, магия. На самом деле порой вопрос, как это делать. Даже если ты начинаешь тюнить какие-то параметры, какого-то хорошего ответа нет. Мне очень нравится алгоритм 1, KNN. И он очень эффективен, особенно если у вас небольшой датасет. Это именно для классификации. Обязательно, если вы его никогда не имплементировали, напишите его сами на пальцах. То есть это все очень просто. У вас есть какие-то, например, красные треугольнички и синие квадратики. То есть два класса каких-то объектов. Вы вкидываете зеленый кружочек, и нужно понять, он вообще красный треугольничек или синий квадратик. Как это определить? Фич никаких нет. Будем считать, что красный и зеленый цвет – это не фичи. То есть по фичам он противоположен. Цвет другой, форма другая. Но давайте спросим его ближайших соседей. Социум же влияет на нас. Вот и так на него влияют, на его ориентацию, красные треугольнички и синие квадратики. И вот когда я беру маленький кружочек трех ближайших соседей, большинство решает, что он красный треугольничек. Если я возьму чуть побольше, пять соседей, то он уже синий квадратик. Такой вот не очень сложный алгоритм. То есть мы определяем класс нашего объекта, основываясь на классе его соседей. Причем самое интересное, что меняя вот эти границы, вы можете реально получать разные ответы. Более того, там дальше решается следующая оптимизационная задача. Вы начинаете играться вот этим вот параметром. Особенно вы можете написать кучу юнит-тестов каких-то, которые меняют этот параметр входной. И вы по метрике снимаете, кто из них лучше всего все это классно приближает. И еще оптимизируете по этому параметру. Чаще всего там оказывается какой-нибудь оптимальный результат между k равно 7 и 19. А вот, например, если взять 200 ближайших соседей на множестве из тысячи точек, порой ответ намного хуже. Так, я буду ускоряться. Что же такое? Я сделал же 200 слайдов. Итак, немножко быстренько про модные языки, я совсем чуть-чуть. Ну, это экран октавы, и октава очень классная. Но большая проблема с октавой. Там, на самом деле, это такая математическая студия, с которой вы начинаете очень легко застрять. Она матрице-ориентированная, но, во-первых, кто любит многопоточность, тот с октавой не живет. Если вам нравится Java Support, то октава есть какой-то. Вы можете что-то куда-то вызывать. Но вот эти функции октавы, тянущиеся в Java, ничем не лучше, чем сишные функции, которые вызываются, например, в Java. А лучше тогда уж сишные функции вызывать. R. Ну, я специально нашел самый стрёмный интерфейс какой-то RStudy. Но это примерно так выглядит разработка в R. Вы пишете какие-то скрипты. На самом деле, нафига использовать R, если 25% R-паков вообще написаны на Java? Синтакс настолько светлый и прекрасный, что вы пишете что-то в две строчки, потом не можете понять. Вы описываете тысячи строчек документации. Также для большинства алгоритмов все здорово, но тоже однопоточная модель. То есть не на большом датасете вы можете запустить, но рядом с каким-то ходом кластером уже нет. Почему не Python? Python вроде бы классный язык, с которого начинается каждый датасайенс. Это вообще какой-то идол. Вы стартуете с него, и все здорово. Но основная проблема, что это довольно высокоуровневый язык. Вообще, кто-то слышал о J-Tone? Вау, вот это да! Первый город, в котором столько J-Tone разработчиков. А, может вы на нем не писали, просто слышали, да. Неправильно спросил. J-Tone же не просто так изобрели, были же какие-то проблемы с Python, да? То есть все-таки захотелось JVM-очки. Так зачем? Зачем все это использовать? Ну и самая главная причина, мы с вами не Python-девелоперы, чтобы учить новый язык. Все это можно на Java. Хотя, есть классные библиотеки Pandas и Scikit-learn. Но, именно суть в том, что Java инструменты, они наследовали у нас интерфейсы подобных библиотек. И часть Python-овских библиотек неплохо имплементирована. Если говорить о Java экосистемс. Вообще, все начиналось с классных JSR, которые были выпущены. Было разработано Java API для датамайнинга. Но большая проблема в том, что оно было разработано довольно давно. Не все алгоритмы в нем покрываются. И даже библиотечки, которые пытаются это имплементировать, в них чаще всего чего-то не находится. Вам стоит лучше стартовать, забить на все вот эти вот стандарты. И стартовать с такой студии, как Veka. У нее есть коннекторы ко всем самым важным штукам. К NoSQL-базам данным, к ER, коктав и так далее. Но самая главная вещь, это такая визуальная студия, которая вам позволяет сначала на галочках-палочках собрать ваше исследование данных, а потом получить джарник, который вы можете подрубить в свой собственный проект. При этом там имплементируется огромное количество алгоритмов и сразу можно тюнить параметры. Не смотрите, что на свинге. Все, что на свинге, не обязательно страшное. Вот вообще есть для ваших друзей, которые вообще не пишут на Java. Умный Data Scientist может подойти вам, натыкать связи между алгоритмами, а вы получите от него джарник. Очень удобно. Причем Java такая хорошая, не меньше, чем 1.6. То есть настоящая Java. Века в том числе используется рядом даже с Hadoop аналитическим кластером. Вполне себе неплохо. Вы берете вот эти вот джарнички, в которых есть уже натренированные модели, и раскладываете, например, по Hadoop-овским нодам. Они тренятся только на части каких-то данных, но потом вам просто нужно написать самим слой синхронизации этих данных с этих моделей. Например, мерджинга параметров по какому-то принципу. Например, на этой ноде было треть данных, на этой две трети. Наверное, нужно каким-то образом уединять параметры с учетом того, что много данных лежало здесь. Но тем не менее, вот такой хороший способ, если вы не хотите никакую серьезную Data Science библиотеку подключать. Про вот эту вещь очень мало людей знают. А тем не менее, очень небольшая группа ученых собралась и решила, хоп, и на Java симплементировать кучу алгоритмов. Причем часть из них вполне себе написана в стиле многопоточности. Там больше 78 алгоритмов, и коды базы очень быстро растут. Вот просто аббревиатура, она гуглится, и вот по ним лучше всего, наверное, знакомиться с алгоритмом. То есть там настолько простой, чистый, ясный код без аннотаций, что вы очень быстро начинаете двигаться. До какого-то времени было очень популярно построено на Hadoop-кластере библиотека Mahout. С ней случилась небольшая проблема за последний год. Она была такая вся в Hadoop-стайл написана, но с возрастанием популярности Spark сложилось такое ощущение, что знаете, друзья, давайте-ка мы пока перестанем имплементировать что-то в стиле MapReduce и начнем переписывать на Spark. И сейчас уже вышла такая вещь, как Самсара. Там все переписано исходя из Spark, немножечко на Scala, и вам, к сожалению, уже приходится знать Scala. Для тех, кто любит Scala, это плюс. Для тех, кто не любит, приходится уже чуть-чуть учить. Но там есть вот эти классные штуки, которые позволяют вам строить сервисы рекомендаций музыки. Все вы любите опираться на коллаборативную фильтрацию и так далее. Вообще, кто не знает, что такое коллаборативная фильтрация, тоже советую познакомиться. Она очень коротко говорит о том, что похожим в чем-то пользователям наверняка нравятся похожие вещи. Если мы с вами по какой-то причине похожи и слушаем одинаковую музыку, скорее всего, нам стоит и что-то одинаковое рекомендовать. То же касается фильмов и прочих сервисов с медиаконтентом. Но это может касаться не только рекомендаций контента. Можем рекомендовать вам новых друзей по этому же принципу. Hadoop Ecosystems до недавнего времени выглядело очень просто. У вас снизу был Linux какой-то практически файловая система, HDFS такой поверх нее, Linux подобное. И там дальше MapReduce такой выписали, MapReduce Job или не писали их. Все это там Hadoop какую-то аналитику делал. И вам нужно было где-то наверху фичи и датасеты доставать вот в эти вот штуки, вот в эти вот модели. Это было до недавнего времени, но ситуация последнего времени чересчур ужесточилась. Объявили Hadoop NotSex. Если вы еще не начали учить Hadoop, не учите. Не надо уже, все, он умер. Что такое, говорит Слоник, как же так? Он умер. Потому что написание MapReduce Job выглядит примерно так. Для тех, кто писал их на Java. Для меня это выглядело так. Это мамонтенок Дима, кто не знает. Вот да, примерно так. Так, но у Hadoop осталось несколько интересных штучек. Например, Yarn. Вот эта вся вещь, вот этот фреймворк, который позволял вам управлять кусочками данных, распараллеливать, синхронизировать результаты. Не сам MapReduce ставил алгоритм. Spark взял скелет, вот этот скелет Yarn платформы, и дальше на ней стал мутить немножечко свой другой подход. В чем фишка Spark? Они сказали, давайте откажемся от вот этих вечных сохранений на диск. Дело в том, как происходило с Hadoop. Hadoop такой, поднял ноды. Вот я раздал данные друзьям, поехали что-то делать делать. Ой, я упал, подожди, я схожу на диск, возьму данные, пойду снова. Ой, я упал, подожди, схожу на диск, возьму данные. Spark говорит, давайте не сохранять каждый раз, меньше вот этих вот save point. Давайте делать как бы что-то вроде MapReduce, но только все время в памяти. Ну, я очень упрощенно говорю. Давайте опираться на иммутабельные блоки, на иммутабельные коллекции, которые называются RDD. То есть не будем вообще ничего особо менять в памяти. Да, у нас будет небольшой оверхед, но все будет хорошо. Многопоточность начнет быть настоящей многопоточностью, меньше локов и так далее. Если говорить о MahoutKiller, до того момента, как они переписались на Spark, то в его ипостасе выступает такая библиотека, как ML-Lip. Она очень здоровская в том плане, что она имплементирует часть интерфейсов. Если вы писали на Python, на scikit-learn, вам будет легко начать работать с этой библиотекой. Пайплайн, который вы там пишете, трансформацию на скала, например, какую-то, используя эту библиотеку, вот она очень напоминает, как вы могли писать scikit-learn. При этом имплементация почти всех стандартных алгоритмов, ну крупных, которые реально нужны для больших бизнесов. И есть один интересный раздел, который позволяет вам из тысячи фич делать 20. Это так называемое сокращение размерности задачи. Порой самим нам очень сложно выбрать и оценить, какие фичи стоит использовать. Нет, это одна из основных проблем. Ваша модель может быть плохой просто потому, что вы решили учесть все. Вот ML-Lip немножко помогает. Ранится, как я сказал, на Spark и очень хорошо документировано. Буквально уже сейчас вот буду заканчивать. Я не могу не сказать о том, как процессить графы, потому что, ну вам же, конечно, хочется процессить графы, ну эти скучные транзакционные данные. С чего все началось? Необходимо было считать, Google нужно было оценивать важность сайтов. Он представлял себе интернет в качестве большого графа. Были очень важные сайты, которые, ссылаясь на другие, с них стекала влиятельность на эти сайты. Они тоже отдавали в ответ немножко свои стремные влиятельности. И таким образом, итеративный алгоритм за несколько шагов на графе рассчитывал веса этих вершин. И они периодически, кстати, могут меняться. И была огромная проблема, тот же Google, который написал в 2005 году статью с MapReduce, у него была большая проблема, как считать PageRank на MapReduce. То есть нужно было во много итераций запускать, снова запустить такая цепочка MapReduce. Потом получили результат, сохранили, результат большой, сеть это все грузит. Нужно кусочки шуровать между даже двумя ближайшими вершинами, почему-то очень далеко, неудобно. Например, такие интересные вещи, как social network analysis, он просто невозможен на простой инфраструктуре на MapReduce алгоритмах. То есть простая задача. У вас есть какие-нибудь школьники, студенты лучше, вы среди них должны по анкетированию выделить какие-то комьюнити. Например, комьюнити людей, которые любят наркотики, не знаю, по какой-то причине, или математику. Достаточно social network analysis. То есть вы же не должны всех обследовать, например, на наркотики. Вы можете обследовать только часть, основываясь на их связях, на весах, на влиятельности каких-то гангста и так далее. Ну, это пример из какой-то американской, конечно же, школы. Какого размера могут быть графы? Как большого, так и маленького. Это может быть вообще весь граф, который весит сотни петабайт, и вы никогда не сможете на него весь посмотреть. Будете смотреть сквозь такую подзорную трубу в 5 центов на какой-то небольшой кусочек. Например, дорожный граф этого города уже намного проще исследовать. В нем намного меньше вершин. Но, простите, даже простую дейкстру на нем запускать вы будете ждать относительно долго. А если много раз запускать, то вообще долго. Какой же особенный такой подход в обработке графов совершенно? А тут предполагается такая вещь. А давайте просто перестанем смотреть на данные, как вот на такие таблицы, разрезанные на строке. Давайте опустимся ниже. Представим себе вершины такой, даунгрейд в эволюции. Я вершина, я ничего не знаю, но я обмениваюсь сообщениями с друзьями. Логично же, мы уже в графе. При этом простая вещь, например, подсчет кратчайших расстояний выглядит следующим образом. С какого, ну такие вершины стартовали и начали обмениваться какой-то информацией. Сейчас, у меня где-то была, а, простите, не было. Что ж за спойлер? Вершины начали обмениваться какой-то информацией. Постепенно они знают кратчайшее расстояние только до своих соседей. Но те соседи знают о других соседях. На следующей итерации они пришлют телеграммку, что расстояние немножко изменилось. И таким образом за несколько итераций непосредственно в памяти, без сохранения на диск, все это происходит. Причем граф разделен на компоненты не вот так вот, вершины ее соседей. Он не обязательно так может быть разделен. Более того, он делится на компоненты с дублированием данных. Порой с 50% коэффициентом. И задачка по-своему сложна. Но всем этим спокойно занимаются такие вещи, которые построены, опять же, по угловому принципу системы Preggle. Это как GraphLab, как Giraffe, который ранится на Hadoop. Вот такие вот вещи. Короче, если вам нужно будет отдельно что-то читать на графе, вы не запросы в Neo4j делаете, вы ставьте немножко другие инструменты. Если вернуться все-таки к зависимости от размеров данных, когда вступает в бой Java? Java, конечно, не вступает в самом начале. Когда вы пытаетесь сдать какой-то научный прототип, вам, конечно, нужен иметь какой-то небольшой R или Python навык, чтобы за 15 минут быстро получить примитивный результат, proof of concept и показать вашему начальнику, что вы могете. Тогда учите немножко. Нельзя сказать, что Java единый. Вам нужно видеть соседние подходы. Но по мере возрастания, приближения к мегабайтам, гигабайтам, которые передаются по сети, или гигабайтам, терабайтам, которые хранятся на диске, у вас начинают возникать неожиданно вещи, которые написаны на Java, ранятся на JVM, и вы там, у вас есть какая-нибудь там Кастандра, которая запускается на JVM, Hadoop написан на Java, и вы такие питоном в него лезете. Ну, дела какие-то непонятные. Лезьте в него опять же на Java. И совсем уже наверху, когда уже даже ваша база данных не может давать ответ, когда у вас есть сверху аналитика, там тоже лежат абсолютно Java инструменты, написаны на Java. И вот здесь выходит на довольно серьезный план, когда вы вообще понимаете, как JVM работает, что такое пауза, сколько времени занимают, потому что иногда на производительность влияют в том числе и паузы. Но вот именно на этом уровне вы снова встречаетесь с той самой Core Java, которую вы, казалось бы, забыли, когда ушли в татамайнинг. Итак, в общем, держите свои данные вперед. У меня, к сожалению, время уже совсем вышло, я, наверное, украл время на вопросы. Всем спасибо. Вопросы можно в кулуарах.